Как было сказано, на сегодняшний день подтопления не наблюдаются, уровни воды ниже критических, но в зоне риска находится 121 населенный пункт. И для контроля прохождения весеннего половодья правительство Якутии спланировало работу 8 межведомственных оперативных групп. В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на реках республики завершены превентивные меры по ослаблению прочности льда. Зачернено более 687 гектар и распилено около 60 километров льда. В этом году мы ожидаем, что у нас высокие уровни воды будут на реке Колыма, в силу того, что в зимний период большие снегозапасы образовались. Соответственно, есть прогноз, что в Среднеколымске, в Зырянке, по реке Алазия уровни воды будут выше опасных. Поэтому обращаясь к населению, заранее подготовиться надо. Мы в Среднеколымске проводили эту комиссию по поводку уже. Соответственно, нужно принять все меры для того, чтобы у нас угрозы было меньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!